Девушки отдыхают Хорошо. Значит, ты все-таки хочешь жить. Ты хочешь жить. Бедная девочка. Мы справимся. Все у тебя еще будет. И здоровье, и счастье. Все будет. Нужно только верить. Слышишь? Слышишь? Верить. Слышишь? Верить. Слышишь? Верить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Лара, когда будут дети? Сейчас мама приведет Хорошо Надо же, забыла копию свидетельства о браке в суде Они оригинал взяли Как надолго затянется эта ситуация? На месяц Месяц? Объясни мне, зачем так долго? А вдруг супруги помирятся? А что, супруги могут помириться? Разные случаи бывают Лара, у нас с тобой все однозначно Знаешь, Лара Мне так хочется заснуть и не проснуться Но не могу, дети Я ради них должен жить Ты вещи их собрала? Сереж Что? Подумай, как детям будет без меня Детям без тебя будет отлично! Добрый день Какой добрый день, Валентина Степановна? Где дети? Сядь, Сереж Давай посмотрим на ситуацию Трех Послушайте, не начинайте Детям со мной будет замечательно Ты в той квартире убрал? Прибери сначала, прошу тебя Ты забыл, у Валечки аллергия на пыль Насколько я помню, у Валечки аллергия на клубнику И на пыль Зачем торопиться, Сережа? Сначала наведи порядок в квартире Оборудуй детскую Богданчик привык заниматься за специальным столиком У тебя столик есть? Есть А работа? Будет Ну, я не сомневаюсь, Сережа Только Богдану нужно школу подобрать А Валечке новый садик Этот далеко Я, конечно, могла бы за ней приезжать Зачем? Понимаю Лишний раз видеться С бывшей тещей Но объяснить ситуацию Детям все-таки Нужно 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 Честно 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 Ну, теперь мы с папой будем жить отдельно Как это? Мама в одном доме Папа в другом Теперь у нас будет два дома Даже три Я все понимаю, мама Привет Привет Что ты рассматриваешь? Документы по нашему бизнесу Производство саров Сейчас в цеху у нас ремонт Я закупил оборудование Молодец А у тебя как? А у меня нормально А поконкретней? Удали на развод Дети сейчас у мамы А я еду с тобой Не жалеешь? Его жалко Он совсем один остался Проходи Устраивайся Проходи, проходи А я вас не стесню Может, нужно было лечь в больнице Ну, что ты Там казенные условия А здесь красота И я рядом А завтра с утра Займемся обследованиями Устала? Немного А дыхай Спасибо Да Не думал, что у вас до этого дойдет И тем не менее Мы с Ларой разводимся Что теперь будешь делать? Вернешься в милицию? Нет Слушай, Ремнев Давай ко мне в агентство Не хочу Я буду работать здесь Кем? Охранник Я уже заявление написал Так что Давай за успех На новом месте Передай, пожалуйста Это Дмитрию и Тимофеевич А что это? Да Заявление об уходе Почему? Ну, я развожусь с Сергеем Уезжаю коллегу в деревню А вскоре мы поженимся Поздравляю Я тебя поздравляю Любовь все помешает Спасибо Я сегодня же передам все Мите Мите? Да Я Тоже выхожу замуж Мэй, ты меня, конечно, прости Но я слышала, что Дмитрий Тимофеевич Обручился с Машиным логопедом Еленой Это все спонтанное решение Что-то там у них смешано Между чувством долга, вины Я не хочу об этом думать Самое главное, что Любовь все равно победила Я тебя поздравляю Так Я приглашаю на свадьбу Олега Мы вышлем вам приглашение Мы обязательно будем Мы А как Сергея трагедовал на развод? Ну как Он переживает очень Ну, скорее отъезд Наташи Чем наш развод Диагноз подтвердился Но частично Это действительно опухоль Но она операбельна Оперировать можно Я готов А ты? Да, я тоже Лечить Я так понимаю, что Лечение одной операции не ограничится Правильно понимаешь После операции Возможно придется пройти курс в химиотерапии Чтобы избежать метастаз Надо, Наташа Без этого никак А после излечения А доля вероятности достаточно велика Ты будешь абсолютно здорова Только Что? Гарантии, что ты снова сможешь пить Я дать не могу Но Ты сможешь жить Трудиться Выйти замуж Родить детей Редактор субтитров Виски и молли пискат Были сделаны Это Красивая телочка Как зовут? Милочка зовут Как мило Пойдем со мной Что происходит? Трогай Стоять! А деньги? Я на пару минут Давай Давай! Хорошо! Тихо-тихо-тихо Тихо-тихо Успокойся С приездом в Киев! Спасибо тебе, Сережа А то я так гад Да, я все понял Я все понял, ладно? Значит, до окончания моего дежурства Посидишь В подсобке А потом я тебя Отвезу У меня нет дома А к Эдику Я не вернусь А к Эдику Я бы тебя сам не отпустил Вставай Опа! Спасибо Идти сможешь? Да Ты давай ешь Остынет Органовом Тихо-тихо Оказался попросту сутенер Ужас Я столько всего с ним натерпелась Пару раз Хотелась Бежать Находила, избивала и возвращала. Потом думала к маме вернуться и приехала. Мамочки уже нет. Умерла моя мамочка. Я тоже скотина. Мне идти попросту некуда, понимаешь? У этого када даже в милиции свои люди. Грустная история. Грустная. Грустная. А конфеты хочешь? Вкусная, да? Держи. Держи, держи. Вкусная, попробуй. Ну, а как вы? Где Наташа? Наташа далеко. Отдыхает. Отправил ее на курорт? Сама отправилась. Не поняла. Я надеюсь, что у нее все хорошо. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Ну что, я предлагаю выпить за молодых. А за молодых пусть они будут нам здоровы. СТУК В ДВЕРЬ 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 А? СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Дмитрий Тимофеевич, вы приняли такое неожиданное, я бы даже сказал, грандиозное решение. Я вас поздравляю. Счастья вам. Спасибо, Максим. Я не вижу Лёвы, Жени. Женя проигнорировала мою свадьбу. Бывает. Извечный конфликт отцов и детей. Ничего, не переживайте, пройдется. Дмитрий Тимофеевич, Машенька. Я закончил ремонт в своей квартире и, в принципе, мог бы забрать её к себе. Я очень привязался к ней, надеялся, что мы с Наташей, но она решила по-другому. В общем, я остался один, и я не уверен, что смогу самостоятельно заботиться о Машеньке. Максим, я... Ты знаешь, я думаю, что нужно оставить всё, как есть. На мне опекунство. Маша привыкла к нашему дому, к нам, и... А Лимея заменит ей мать. Вы думаете? Ну, конечно. Вот, может, вы и правы. Маша здесь действительно хорошо. Я вижу, гости засыпают. Может быть, я скажу тост? Без невесты? Надо её подождать. Что-то она долго. Я схожу. Может, ей помощь нужна? А… Лимея. Лимея. О, Боже мой. Скорую! Вызовите скорую! Быстрее! Лимея, девочки моя, держись. О, Господи. Скорую! У вашей жены случился выкидыш Она потеряла много крови, но теперь ее жизни ничто не угрожает Как только состояние стабилизируется, вы сможете собрать ее домой Но теперь она уже не сможет иметь детей Никогда Теперь я здорова? Да, Наташенька, мы победили Все анализы в норме Но нужно будет регулярно обследоваться Да, конечно А ты что-то книга говоришь? Говори увереннее Связки тоже в порядке, рубцы рассосались Жизнь прекрасна Громче Жизнь прекрасна Громче Жизнь прекрасна Ты уже решила, кого мы пригласим на свадьбу? Ай, Леш, не знаю, как ты, но я бы уж умную свадьбу не делала Давай пригласим пару-тройку самых близких людей и посидим в новском кругу Я с тобой полностью согласен Моя бы воля, я бы вообще провел этот день только с тобой Ну, эгоистом не надо быть Людям тоже нужен праздник Дети вон как его ждут Мама Ну, мама это святое А давай еще Митю пригласим Конечно, Митя или мы, наши первые гости Это даже не обсуждается Олег, 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 что ты делаешь? А я праздную Дурак Федор Иванович, так значит не будет больше всего этого анализов, обследования Всего этого, этот кошмар закончился? Да, дочка Враг был коварен и жесток Но мы его перехитрили Ну, ну, что ты Что ты Сейчас оформлю выписку И можно будет паковать чемоданы Звони отцу, пусть накрывает праздничный стол Нет, Олешка За это время Наташа ни разу не позвонила Хорошо, хоть иногда весточку по e-mail присылает Ну, что пишет Почти ничего Путешествую, Индия замечательная страна Скучаю очень Как только смогу, вернусь Так что на нее не рассчитывайте А мы, конечно Мэй будет очень рада И вам Огромный привет от нее Да Так что Поцелуй от меня Лару В щечку, конечно Ну, все Берегите себя До скорого Олег с Ларой Передают тебе привет И приглашают нас на свадьбу Какое счастье Когда? Свадьба назначена на... Папка! Папка! Дочка! Папа, Федор Иванович сказал, что я выздоровела Папа, я буду жить! Я знал Я ни секунды не сомневался Ты же у меня боец Спасибо Ты, Федька Ничего не говори Спасибо тебе, брат Спасибо! Ой! Как же хорошо А лесом как пахнет Как же я соскучилась по такому запаху Хорошо Вот так, Игорь Ради таких моментов стоит жить Ну, что мы стоим? Проходи! Идем, идем, идем! Давай, давай, Федька Проходи! Надо что-то решать с Наташиным наследством Уже Прошел срок, когда она могла заявить на свои права Надо что-то думать Нельзя тянуть резину Ну, к тому же неизвестно, когда она вернется И вернется ли вообще Мэй Кто? Ты что? Я просто хотела сказать, что Мы Мы имеем право на эти средства Даже не думай Мы не прикоснемся к деньгам Наташи Что тут за формальные сроки? Нет Я порядочный человек То есть ты сейчас сказал, что я непорядочный человек Я спросила у тебя о деньгах Потому что я переживаю за фонд и за интернат Я устала Я устала этим заниматься Мне сложно Я все сама делаю Мэй, дорогая Я ни в чем не хотел тебя упрекнуть Я же дал тебе доверенность на ведение всех дел Я просто хотел сказать, что мы не имеем права распоряжаться Наташиными деньгами Вот как раз мы и имеем Мы имеем права И фонд в этом нуждается Я тебя прошу Я тебя прошу, пожалуйста Хороший мой Можно я тебя кое о чем попрошу? Да все, что захочешь Пожалуйста, можно, когда я вернусь домой Можно, чтобы вот этого не было слышно? Это невозможно Вот эта дрянька небо стояла Ты не представляешь, как у меня болит голова Почему Маша это делает? Она что, специально издевается надо мной? Над нами? Над инструментом? Это невозможно Я очень устала Я работаю, как волк Когда это закончится Мне казалось, что она играет тихо И никому не мешает Но если тебя это раздражает Господи, это невыносимо Давай теперь ты Давай правая ручка Молодец Давай, как будто у тебя яблочко Как будто держишь яблочко Мягко Да, молодец Напрягай кисть Деда, слушай, как я научилась играть Давай, я подыграю Я обязательно послушаю, но потом А сейчас отдохни чуток Ты, наверное, устала А вот и не устала Что-то случилось? Нет, нет, ничего Просто у Лимы разболелась голова Музыка и музыка ей мешает Тетя моя не нравится, как я играю Ты что? Как может не нравится? Ты же замечательно играешь Просто у тети моей болит коловка Давай не будем ей мешать Давай порисуем Красками? Как настоящие художники? Да, как настоящие художники Беги за красками И принеси альбом Или вот эти вот Лучшие большие листы наши Детская игра может раздражать Я это понимаю Но в последнее время Мне кажется, что Лиме раздражает Все, что касается Маши Она стала с ней резкой Грубой Я тебе уже говорила Нет, нет, ну что ты Лиме, она Ну она же потеряла Ребеночка И когда она видит других детей Ну, поставь себя на ее место Я поняла Я поняла Я попрошу Ольгу сообщать нам Когда ли мы нет дома И впредь мы будем играть И смеяться Только в ее отсутствие Ну, Олежа Расскажи, как ты и справа Скоро станешь сырным королем Не спрашивай Для меня это просто головная боль А что так? Думал, наконец-то наладил производство Рассчитаюсь с долгами Потому что прибыль будет А сбыт меня подкачал Это просто целая наука Найти постоянного закупщика Да Тут треба всякие схемы Отпрацеловать Да ничего Сначала у всех так Понимаешь, Вася Если я не найду Покупателя на готовые сыры У меня не будет денег Чтобы закупить сырье Для следующей партии А у меня, ты знаешь В этом году Ту-ту-ту Чтобы все эти годы так фартило А все ты, Олежа Если бы не ты Кто знал, где бы я был Ой, сгнил бы в тюрьязь якийсь Ладно, Вася, перестань Не Если хочешь Я тебе грошенят подкину Чтобы ты сделал закупки Ну, без процентов От досы, когда сможешь Вася, стоп Я как-нибудь сам разберусь Смысл тогда в этом Ну, как хочешь Я думал, ты за допомогой пришел Я вообще-то по другому вопросу Как он? У меня есть приятная новость А ну Мы с Ларой женимся А ну А как же цей Как его? Дал развод Путь свободен Вот молоток Мои витания Слушай, ты сегодня Сробил мой день Еще раз витаю Олежа Треба відмітити якось Да ну ладно Не-не-не Мне еще работа Ну вообще Мы не будем там Громко праздновать Просто В узком кругу Все самые близкие Вот пришел к тебе С официальным Приглашением Будешь? Еще питаешь Звичайно буду Ну вот и отлично Я сейчас побегу в цех Эй, спасибо тебе За обед Борьш был просто отменный На здоровье Бувай Счастливо Так кажется, Олежа Веселье только для родных? Не-не-не У нас в селе так Не прийнято Будь Подожди Пусть автобусы едут Ма А почему сегодня ты А не дядя Олег? Он же меня всегда забирает Потому что у него дела Не смог Ты мне скажи, что в школе нахватал Опять замечания в дневнике? Нет Между прочим Двенадцатку заработал По физкультуре Или рисованию? По математике Да ты что? Молодец Мам Да А ты отпустишь нас На эти выходные К папе? Будь Мы с тобой это обсуждали Ты прекрасно знаешь, что у нас в субботу Ты не рад, что мы с дядей Олегом поженимся? Рад Ну вот Наготовим всякие вкусности Бабушка приедет Маму 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 Да А папа Вы его тоже пригласите на вашу свадьбу? Думаю, дядя Олег не будет против Она больше никогда не сможет петь Погоди Я такого не говорил Просто не хотел тебя зря обнадеживать Нужно подождать Время все покажет Игорь Наташа перенесла сложнейшую операцию И хоть связки ее не задеты И физиологически она может петь Но голос это такая сложная штука Просто так его не вернуть А что для этого нужно? Как минимум желание А вот его-то как раз у Наташи и нет Мне кажется, она уже смирилась с мыслью Что никогда не будет петь Пение не главное Да, по сути, это единственное, что я могу делать Но... Поймите Точку Пап, можно, пожалуйста, я скажу? Раньше я считала, что если я лишусь голоса Моя жизнь утратит всякий смысл И можно будет ставить точку Но сейчас, пережив страшную болезнь Я поняла, что это не так Депрессии, амбиции Неисполненные желания Все это мелочи Нам дана жизнь для того, чтобы мы наслаждались Каждым ее моментом Ценили каждое теплое слово Каждый вздох Дядь Федь Спасибо вам большое за то, что вы тогда Взяли меня за руку и отвели к обрыву За то, что вытащили из этой черной пропасти Пап, да, я больше не буду петь Я рассталась с любимым человеком, но жизнь продолжается Конечно, жизнь продолжается И с Сергеем у вас все еще наладится, вот увидишь Нет, папа, это невозможно Я сама его оттолкнула Нельзя разрушать семью Пусть живет с Ларой, с детьми Пусть он, пусть он будет счастлив Это все, чего я хочу Наташа Так, ребята Не время вешать нос Время поднимать бокалы У нас сегодня великий праздник Мы победили смерть Давайте выпьем За тебя, Наташенька И за твою новую жизнь Если б ты знала, мам, как меня тошнит от этих людей Соплюжой этот Кругами ходит вокруг Елен Страдает, бедненький Корчит из себя Преданного мужа Смотреть противно Ирочка, просто он порядочный мужчина Да тряпка он Тряпка Мгновенная тряпка И это Святоша Ну, чего она там в доме ошивается? Святоша Велика мученица Ну, ты же сама говорила, что Елена Никогда не бросит Машу Вот пусть забирают эту маленькую язву И идут на все четыре стороны Ненавижу их Пожалуйста Не нужно так говорить о девочке Ребенок ни в чем не виноват Да? А моя дочь? А моя дочь в чем виновата? Почему я должна возиться с этой куклой В то время, как мой ребенок неизвестно где страдает? Ну, пожалуйста, перестань Все наладится Рано или поздно Феликс вернет тебе малышку Нет Не вернет не я Не вернет Вернет Обязательно вернет И тебя оставит в покое Не век же ты ему нужна будешь В том-то и дело Что как только он перестанет во мне нуждаться Он меня просто Уберет Как мне нужны фигуры Шах и мат Ты понимаешь, я уже целый месяц Чувствую, что со мной Следит кто-то Это его человек Я чувствую Доченька Ну должен же быть какой-то выход Я понимаю, что мы не можем обратиться в полицию, но Есть выход Надо первый убрать Феликса Да? Ну что? Ну что ты так на меня смотришь? Не надо, мамочка, плакать и ахать Где же та маленькая Ирочка Которая стихотворение читала, песенки в детском саду пела Мам, разумеется, я ничего этого не сделаю Мам, вы прости Ничего не сделаю Я не могу этого сделать, пока Феликс не вернет мне дочь Если я его уберу, это потеря связи с Яной Феликс Петрович Снова у Валентины Сатаевой? Спасибо, ладно Ладно, сообщи мне, когда она направится еще куда-то Да, на связи Ну вот, мам, ну чего ты? Ну успокойся, успокойся Ну сейчас я тебя буду успокаивать, да? Все Ну, все нормально Все будет хорошо Ничего он со мной не сделает Я тебе обещаю Я ему пока нужна Не волнуйся, все Что это у нас за подарок? Ларкин свадебный, да? Надо тоже мне что-то ей купить забыла Тебя пригласили? Да А что, не заслужила? А чем я хуже, чем она? Чем я хуже, чем она? Я всю жизнь Всю свою жизнь я копала Копала Я хотела быть счастливой И что в итоге? Сижу у разбитого корыта А что она сделала? Пальцем даже не пошевелила Чтобы быть счастливой А у нее все есть Мама ее любит Муж Семья Дети Почему? Ирочка Что? Доченька А может ты не поедешь в это село? Ну такая глуша Ты Пусть они себе женятся А ты позвони И поздравь их По телефону Скажи, что У тебя Очень много работы в фонде А? Думаешь, я больная психопатка? Приеду туда Скандал устрою Боишься Меня мало Да? Ничего я им не сделаю Приеду и Не переживай Я себя контролирую Все нормально А приехать мне на свадьбу нужно Я все-таки уже Замужем Нужно быть везде С любимым мужем Ира Что? Вот такая мама У меня мерзкая роль Буду играть хорошо Все Поздно уже Из фонда не звонят Пока Господи Федь Ну может еще погостишь Прилетел за 3-9 земель Сразу уезжаешь Прости, дружище Работа В клинике ждут пациенты Наташка вас знает Каждая минута Моего времени Стоит кому-то жизни Иди, красавица Обниму тебя еще раз Дядь Федь Спасибо вам большое Если бы не ваши золотые руки Нет, Наташенька Это все твое желание жить Твой оптимизм Твоя воля Помогли нам справиться С этой гадостью Без них Любая хирургия Бессильна Ну все, ребята Мне пора Долетишь Отзвонись Договорились Наташенька Ты же помнишь, да? Каждые полгода Ты у меня в гостях Да, конечно Анализы Обследования Я все помню Мы должны быть на чеку Нельзя позволить Чтобы Враг зашел с тыла Не балуйся, дядь Федь Со мной все будет хорошо Счастливой дороги Без них Продолжение следует... ПЕСНЯ Счастливой дороги Внебогришка Счастливой дороги Ребен Внебогришка Счастливой дороги Да, Сергей, я тебя слушаю. Нет, на этих никак не получится. Давай на следующих. Мне просто интересно, что у вас на этот раз, а? На прошлой неделе у вас свидетели, мама приезжала. На позапрошлой неделе вы на какую-то рыбалку ездили. А в результате я не вижу собственных детей уже целый месяц. Лара, послушай меня. Мне все равно, какие у вас там планы были, есть, будут. Я завтра хочу видеть Валю и Богдана у себя. Лара, послушай, мне надоело твое вранье. Сереж, послушай меня, я тебя не обманывала. Детям действительно нужно дать время адаптироваться. Но у них не тот возраст, чтобы таскать их туда-сюда, понимаешь? Можно. Серега, привет. Слушай, на завтрашний день у нас планы, которые мы не можем отменить. А если хочешь, можешь ребят забрать на следующих выходных. На целых... Олег, какого черта? Чего ты лезешь? Я не понял. Теперь ты у нас решаешь, когда и на сколько я буду видеть собственных детей. А не много ли ты на себя берешь? Да пошел ты! Урод! Спокойно, все нормально, все нормально, все нормально. Сережа, Сережа, ну успокойся. Ну, не переживай. Надо просто подать на них в суд. Твоя бывшая, ее хахаль не имеет никакого права запрещать тебе видеться с детьми. Правильно. Все, ты успокойся. Правильно, правильно, правильно. Да, Люда, правильно. Видит Бог, я терпел как мог, но хватит. Хотят войны, будет им война. Я им это устрою. Я обещаю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!